Эфир телеканала «Славянский мир» продолжается, и я приветствую всех наших телезрителей. Наши предки никогда не отделяли свою жизнь от природы, Земли и космоса. Именно поэтому большая часть их праздников, как правило, согласуется с важнейшими космическими циклами. Сегодня мы поговорим о зимних праздниках, когда они празднуются, какую историю и какой сакральный смысл имеют. Гость нашей студии – преподаватель звездочтения Кирилл Запорожец. Кирилл, здравствуйте. Здравствуйте. Кирилл, давайте сравним два самых известных календаря – это Калагод и Каледыдар. Расскажите про них, чем они отличаются, что у них общего. Оба календаря – Каледыдар и Калагод – измеряют оборот Мидград-Земли вокруг Ярилы Солнца, то есть год тропический, 365 дней, но используют для этого разные меры. Если Каледыдар смотрит на год как на 9 по 40, 9 сороковников. И сейчас в период, когда у нас в году 365 дней, у нас там 41-40, полный, неполный сороковник, и в общем 365 дней в году. При этом 15 лет простых, а 16-е лето священное, когда мы вставляем 4 вставочных дополнительных високосных дня, и у нас получается раз в 16 лет священное лето, оно всегда называется лето-капище, и в нем 369 дней. То есть все сороковники по 41 дню. Это концепция календыдара. При этом сам сороковник, то есть месяц сорокодневный, он из себя представляет последовательность девяток, девятидневной недели. То есть календыдар – это про число 9, это слава числу 9. И его особенность в том, что 9 не делится на 2, то есть там нету полугодия, нету 4 сезонов, но есть 3 времени года. Как бы 3 сезона. 3 сезона осенних, 3 сезона зимних, 3 сезона весенних. И все вместе эти 9 сезонов или 9 сороковников, называется лето. Они так идут. Рамхат, Айлит, Бейлит, Гейлит, Дайлит, Элит, Вейлит, Хейлит и Тайлит. Это жреческий календарь. Более известен калагод, который делит год, лето не на 3 сезона и еще раз на 3, то есть на 9 сороковников, и еще раз на 3, то есть 27, то, что известно, лунные стоянки или накшатры, то есть на тройку. А другой, более известный календарь, который делит год на 2, и еще раз на 2, и еще раз на 2. Таким образом, год имеет темную половину года, светлую половину года. И здесь мы можем говорить о 6 темных созвездиях и 6 темных месяцев, и о 6 светлых созвездиях и 6 светлых месяцах. Вот таким образом, деление еще раз пополам, рождают у нас 4 сезона по 3 месяца, вот, и высвечивают 4 главных праздника, 2 солнцестояния и 2 равноденствия. Вот такой календарь, который делит год на 4 части, это основа сразу двух славянских календарь. Один мы будем называть калагод, и он будет делить каждый из 4 сезонов, там, весна, лето, зима, осень, на 2 части и еще на 2 части, то есть на 4 чертога. И так рождаются 16 чертогов, это калагод. Второй вариант – это деление 4 сезонов года между равноденствиями линии, между солнцестояниями линиями, так образуются 4 сезона года. То есть зима настоящая начинается 21 декабря и заканчивается 21 марта, весна начинается не 1 марта, а 21 марта и заканчивается 21 июня. И с этого момента с купалы начинается лето и так далее. Так вот, каладар, он делит каждый из 4 сезонов года на 3 месяца, так и получается, 3 белых коня, 3 белых коня. Только не декабрь, январь, февраль, а козерог, водолей и рыбы, или как на Руси называли, козерог – созвездие Индры, водолей – созвездие Крышиня и рыбы – созвездие Рода. То есть три зимних знака. Поэтому вот мы рассмотрели даже с вами три календаря. Один делит год на 3, еще раз на 3 – на 9 сараковников, еще раз на 3 – 27. А календари Каладар и Калагод делят год на основе деления на 2 – на 4. И дальше Калагод делит их на 8 и на 16, рождаются 16 чертогов Сварожьего круга. А Каладар делит на 12, рождаются 12 месяцев, как бы мы бы сказали, современного календаря, если бы он был ориентирован не на гордость Папы Римского, который всех заставил отмечать Новый год 1 января, а на космические ритмы, как, допустим, все другие народы на самом деле, допустим, весеннее равноденствие. Кирилл, так как тема нашей сегодняшней программы – зимние праздники, давайте с вами поговорим о самых важных праздниках, которые празднуются в декабре, январе и феврале. Да, я согласен. Тогда давайте определимся, что зима 1 декабря еще не зима. 1 декабря еще осень, потому что день еще уменьшается. Зима начинается, когда день у нас самый короткий, а ночь самая длинная. Вот такая ночь на Руси называлась «Черная ночь». Ну, потому что она самая длинная из всех ночей года, какой, ну, как бы, как не ей быть черной ночью. И, соответственно, эту ночь самую черную, этот день самый короткий, старались прожить максимально спокойно, потому что это точка поражения света. День зимнего солнцестояния – это для света катастрофа, это самая слабая позиция. А ночь самая длинная, с этой точки и начинается зима, это 21 декабря. Эта ночь на Руси называлась «Карачун», что символизировало смерть Старого Солнца. И это еще, значит, этот день коротчуна еще называется «День черного солнца» или «Солнца смерти» или даже «Солнца Нави». И символизируется зачеркнутым солнцем, то есть черного, черное солнце. День поражения света и битвы света с тьмою, когда рождается надежда. Еще не весна, еще свет не побеждает, рождается надежда, что весна вырастет, окрепнет. То есть здесь сажаются зерна будущей победы на весеннее равноденствие, когда рыбы снова станут овном или род станет белояром. С 12 знака мы перейдем в первый знак. Поэтому зимние праздники, начинающиеся с зимнего солнцестояния, Первая половина зимы, 45 дней, длится до зимней сречи. Это и начало февраля, то, что известно как «Громницы» или «День зимнего грома Перуна». Также известны как первые заклички весны. Третьи же заклички весны будут, собственно, победа света в день весеннего равноденствия. Поэтому зима состоит из двух половин. Первая половина с 21 декабря по начало февраля – это будут чертоги ворона Калиды и медведя Сварога. А вторая половина зимы – это чертоги Аиста Бусла и Волка Велеса. Поэтому зима состоит как из двух таких половинок. Но нас ждет сейчас первая половина зимы – от Калиды до Громницы. То есть, прежде всего, самка леда – это день после коручуна. День или даже два дня после самого короткого дня в году, после смерти старого солнца, точка минуса абсолютного года, самая слабая позиция, на третий день солнце начинает увеличиваться световой день. То есть, идет фактически три дня подряд самый короткий день, самая длинная ночь, а где-то с числа 24-25 декабря день начинает на три минуты прибавлять. На три, на пять минут растет, растет, пока в день весеннего равноденствия они не выровняются. Вот об этой битве света и тьмы идет речь во всех трех календарях. Рассматриваем мы Калагот, Каладар и Каликалядыдар. Зимние праздники, они все посвящены битве, в которой нету надежды на победу сиюминутную, но которая дает предкосылки к будущей победе, потому что, ну, не всегда 45-й у нас был, да, когда-то был 41-й и 42-й, когда отступали. Так вот, в природном календаре вот эта вот битва света и тьмы, тепла и холода, она повторяется каждый год, это и есть годовой цикл, об этом и есть кологодные праздники, и зимний солнцеворот, на третий день наступает Каледа или Рождества Нового Молодого Солнца, Младобожичи называются. В одной из традиций день перед самим Каледой есть день почитания Отца Богов Сварога, а день после Каледы – почитание Матери Богов, Матери Сва или Лады Богородицы. Таким образом, сам день Каледы, как тот бриллиант в кольце, которого окружают небесный отец Сварог и небесная мать Лада. На следующий день, после дня честования Лады Богородицы, на, кстати, на эти традиционно, это праздники, связанные с обрядовым угощением, когда на стол готовились и подавались 12 разных кушаний, которые символизировали 12 месяцев будущего года. То есть, старый год умер, нового года первые дни идут, если год начинается в день зимнего солнцестояния, как считали наши предки, по одной из версий, потому что было несколько календарей, день зимнего солнцестояния особый. И, в общем, на следующий день после Лады, где-то с 26 декабря пошли святки. Святки – это особое сакральное проживание первых 12 дней года, и эти святки состоят из двух половинок. Первая половинка с 26 декабря по 31 января, собственно, с калиды и по день, который называется щедрец. То есть, 31 декабря – это, как мы отмечаем, Новый год, день приятных хлопот, и в ночь на 1 января мы вкушаем плоды годовых усилий, по сути дела. Наши предки считали точно так же, только акцент делали не на ночь с 31 декабря на 1 января. Это ночь особая, это середина святок. То есть, в полночь с 31 декабря на 1 января заканчивалось проживание 6 светлых дней святок. В святках 12 дней. 6 светлых соответствуют 6 светлым месяцам. Это вот начиная с калиды. То есть, месяцы, когда свет, с каждым разом все растет, а ночь убывает. Вот это светлое. С зимнего солнцестояния по летнее солнцестояние. С летнего солнцестояния же по зимнее солнцестояние – это темные месяцы года. Им соответствует темная половина святок, которые называются волчьи святки или велесовые святки. Еще они называются страшные святки или ворожейные вечера. И традиционно все 12 дней – это сплошная мистерия, потому что, представляете, в каждый день мы закладываем намерение на месяц. То есть, первый день святок мы проживаем, условно говоря, с 21 декабря по 21 января. Первое зимнее созвездие Козерога, допустим. Потом, или как по-русски, Индры. Потом Водолея или Крышиня. Потом Рыбы или Род. Потом Овин или Белояр. В общем, каждый день – это месяц, потому что начало года – это как копилка к семечке, куда мы сажаем, и в конце года должно дерево вырасти. Поэтому на тонком плане сажаются зернышки не в день весеннего равноденствия, там уже победа света, все проросло. А само вот это зерно и намерение, вот эта магия времени, хронокинез, там по-разному можно современными словами называть, это основы сакрального проживания времени. Так наши предки-святки проживали как 12 месяцев года. Поэтому каждый день, они знают, что в этом месяце мы сеять будем, в этом месяце мы в саду будем яблони, да, соответственно, оккультуривать. Таким образом, каждый день – это месяц, то есть такое фрактальное представление о временях. И середина, вот этот переход со светлых шести святок на темные волчьи и велесовые святки – это и есть новогодняя ночь. И эту ночь особенно важно прожить трезво, считали наши предки. То есть, если когда-то в зимние праздники можно нагрешить, то только не в ночь коледы и не в ночь щедреца с 31 декабря на 1 января. Если же это проживается на минусе, так скажем, да, то тогда мы, получается, ну, заваливаем сами себе судьбу, потому что эти 12 дней очень важно, как мы их проживем. День после щедреца 1 января на Руси назывался День Сивы. Был такой культурный герой, бог седовласый, могучий воин на крылатом коне, который защищал правду, который спас Кляду в одной, в общем, из древних легенд, этот Сива. Позже этот Сива стал в нашем культурном коде как Дед Морр или Дед Морок или Дед Мороз. Поэтому корни Деда Мороза – это, в общем, очень суровый бог на самом деле, который карает за непослушание и за нарушение космических законов, как, допустим, трезвая новогодняя ночь. Это очень важно, потому что как вы встретите, так и проведете. Щедрец – наш праздник, поэтому тут, как толики, что ли, как пальцем попали с обрезанием Господнем, именно в наш щедрец. Поэтому они празднуют обрезание Господнем, мы празднуем щедрец, все довольны. Обратите внимание, что кроме Рождества католического 25 декабря мы знаем о Рождестве православном 7 января. Это особое продолжение зимних праздников, потому что 7 января – это и есть завершение всех 12 дней святок. То есть, по сути дела, святки 12 дней – это святодни между католическим Рождеством и православным Рождеством. Вот, а вы говорите, разная традиция. Посмотрите, это традиция. Все отходится. Да, и это, то есть, мы святками этими, мы связаны две культуры, да. До раскола это была и одна традиция. Поэтому Рождество Христово на Руси называлось водокрессия, когда искорка весны, молодой еще, это еще не весна, это уголек, который погаснет, если его любовью не согреть. Вот эта искорка падает в земные воды и должна пробиться и схорониться в глубине земли, где потеплее. Она должна взрасти, чтобы весна победила, став девой вестой или девой живой по весне. Поэтому вот этот вот праздник водокресса 7 января, когда вырубалась прорубь в виде креста, да, куда делали, в которой делали омовение, то есть, по крайней мере, все умывались. Глаза умывали, чтобы хорошо видеть в новом году, уши мыли, чтобы лучше слышать, родничок мыли, чтобы связь с богами была, да, то есть, в целом. Но особо смелые, чтобы здоровье на целый год в водокресс. Еще этот праздник известен как Турицы зимние и связан с эпостасией Велеса, как бога-покровителя диких и домашних животных, бога Тура, отсюда Турицы. Ну что ж, Кирилл, я благодарю вас, что вы так подробно и интересно рассказали про зимние праздники. А нашим зрителям я напоминаю, что в гостях у нас был преподаватель звездочтения Кирилл Запорожец.